Кто и как охраняет нашу безопасность при желтом уровне террористической угрозы? Этим вопросом задался карагандинский общественник. Руслан Назута взял камеру и пошел на автовокзал. К его удивлению, он не обнаружил ни дополнительной охраны, ни бдительных сотрудников стратегического объекта. Я сейчас нахожусь на автовокзале города Караганды. И ради эксперимента хочу посмотреть, как решается вопрос безопасности. Этот эксперимент известный карагандинский общественник Руслан Назута провел, чтобы выяснить, как живет его город во время действия желтого уровня террористической угрозы. С включенной камерой мобильника он прошелся по залам автовокзала. Ждал, что его попросят показать содержимое рюкзака, проведут через металлодетектор или просканируют металлоискателем. Но рамка не издала ни звука, а полицейских на вокзале не оказалось. Из-за чего мужчина пришел к выводу, что стратегически важные объекты не охраняются. Это объекты стратегические, это места скопления людей. Это рай для террористов. То есть вот зайти, крикнуть пару слов, нажать кнопочку и улететь каким-то гурьем. Я, конечно, категорически против вместе с ним улетать. Впрочем, как выяснилось, объект все-таки охраняется сотрудниками вокзала. Правда, вместо потенциальных террористов здесь больше опасаются журналистов с телекамерами. Снимать нам тут же запретили. Нельзя, нельзя. Ну это такой объект, что он действительно только с разрешением вокзала. Вот полиция ходит здесь, проверяет? Да, проверяет здесь. Сейчас она узнает, что вы не расслышали, не прислушались к моим словам. Я вызову молитву. К сожалению, ни здесь, ни в пресс-службе ДВД на транспорте в Астане нам не согласились дать комментарий о том, необходимо ли постоянное дежурство на вокзалах и как вообще охраняются подобные объекты. Конечно. Стратегические объекты. Все проверяется. Все подозрительные люди досматриваются на вокзале. Подозрительные. А как определяется, подозрительный он или нет? Ну как определяется. Это наша работа такая. При желтом уровне террористической опасности власти предупреждают население, просят как можно меньше находиться в людных местах, таких как рынки и вокзалы. Эти места берутся под особое наблюдение. Усиливается паспортный контроль и проверка транспортных средств. Однако ничего такого мы здесь не обнаружили. В Караганде и Тимирта уже не раз бывали случаи, когда люди вызывали полицию, увидев беспризорную сумку или пакет. На место стягивались спецслужбы, но во всех случаях обнаруженные предметы не представляли никакой угрозы. Позже в полиции все-таки пояснили, что отслеживать весь пассажиропоток на вокзалах нереально, поэтому досматривают только подозрительных людей. Это несмотря на то, что в период действия желтого уровня такие объекты, как вокзалы, должны охраняться усиленными патрулями, в том числе с привлечением кинологов.